Назарбаев интеллектуальная школа Здесь установлен высокоскоростной интернет, учебные классы оснащены интерактивными досками Обширная библиотека располагает мощные информационные базы для получения и анализа информации практически по всем отраслям знаний на трех языках Результаты сказались практически сразу Мы проучились здесь всего один год пока что, но уровень английского заметно повысился и школа делает для этого все Это и отправление учеников за границу, конечно же это опыт большой, я была за границей от нашей школы И за этот короткий период обучения за рубежом еще больше привыкаешь к языку Как же попасть в такую школу? Поступить в нее можно только на конкурсной основе Подобный отбор нацелен на то, чтобы выбрать наиболее способных учеников В прошлом году, к примеру, участвовало 2413 претендентов Стать учеником интеллектуальной школы удалось далеко не всем Обладателями образовательного гранта «Уркен» стали 639 человек В списке счастливчиков оказался и Султан Асенов Я давно мечтал попасть в такую школу, интеллектуальную, очень перспективную, респектабельную Так как здесь очень много возможностей, возможность выучиться, учиться очень хорошо Очень много возможностей, чтобы попасть в зарубежную лузу Обладатели гранта «Уркен» помимо бесплатного обучения получают бесплатную школьную форму Установленного образца, а также бесплатное питание Ученики из села обеспечиваются общежитием Занятие в школе начинается в 8 часов утра с флешмоба Веселый танец дает бодрость телу и духу воспитанников В первой половине дня 20 минут отводится для обязательного чтения книг Выбор свободный, книги в библиотеке находятся в свободном доступе Чтение благоприятно сказывается на общей грамотности подростков В библиотеке ребята проводят большую часть своего свободного времени Именно тут они пополняют свои знания, пишут научные работы, сочинения, выполняют домашние задания, а также обсуждают новости Мен Казақша, Ағылшынша, Орышша да жатсы сөлеймін Солышы Назарбаев зеткерлік мектебіне алғысым шексіз Менің жолын болып, Назарбаев зеткерлік мектебінде өкерланды тұстым Бұл мектебтің ең басты ележісі үш тілде сөйлесу Бұл Казақ Ағылшын және өрістілдеді Бізде, Казақты, география және таре хыered, цэккээрлан әк әк vag әліні әйтеды Сабактар уәтзаты был ада Сабактарға бэс, ойндару наймыс, диалог крастараме Жанай сөйдеду елінімс Спорт немаловажная часть в интеллектуальных способностях ребят Поэтому школа оснащена собственным тренажерным залам Куда ребята ходят ежедневно На спортивной площадке установлены самые различные современные тренажерные сооружения Физические упражнения проводятся строго по инструкциям тренера. Ученики высоко оценивают важность собственного печатного издания интеллектуальной школы НИС АЛЕМЭ, которая также издается на трех языках. И что самое интересное, все статьи для этой газеты пишутся самими учащимися. Они авторы и редакторы, фотографы, дизайнеры и корректоры. К слову сказать, интенсивная умственная работа способствует развитию языковых навыков. Одним из главных практик в изучении языков является именно чтение книг, чтение статей, различной литературы на разных языках. И, конечно же, чтение на английском, на казахском способствует лучшему усвоению материала именно на этих языках. Это нужная практика для нас, потому что одно дело слушать, другое дело читать. В Назарбаев школе широко используется международный педагогический опыт. Часть предметов изучается с помощью иностранных педагогов. Сегодня в школе восемь преподавателей ведут такие предметы, как прикладная математика, физика, биология и, конечно же, английский язык. Гости из-за рубежа отмечают высокий уровень знаний учеников. Они намного превосходят уровень своих сверстников с других стран, но есть направление, над которым нам нужно поработать. Это глобальное мышление, глобальное видение. Нужно улучшать математику для того, чтобы наши учащиеся могли достичь больших высот. Здесь очень высокий уровень вовлеченности технологии. Очень интересно наблюдать на уроках, что наши учащиеся активно вовсю используют как компьютерную технологию гаджета разнообразных сотовых телефонов. Учителя поощряют это. Опыт зарубежных преподавателей по прикладной математике привлек внимание многих учеников. К примеру, Тамерлан Бесенов очень увлечен этой наукой и в будущем мечтает связать свою жизнь с экономическим развитием государства. Самая главная цель закончить эту школу с минимальными оценками, с четверками, чтобы максимально было пятерок, сдать IELTS минимум на 7 баллов, поступить в Назарбаев университет, наверное, на факультет экономики. Цель многих учащихся интеллектуальной школы – получить возможность обучаться в зарубежных вузах. Образование за границей требует хороших знаний английского языка. Бейльбен Гаспар в интеллектуальную школу приехал именно за этим. Сегодня он совместно с учителями создал программу проектного обучения языка. Он убежден, что она поможет его сверстникам. Одна из особенностей этого проектного обучения в том, что учащиеся сами выбирают тему своей работы, ту тему, с которой они могут заниматься дальше в университете, чтобы оно им помогло в профильной подготовке будущей профессии. Возможно, они будут разрабатывать ее в магистратуре, докторантуре в дальнейшем. Обучение трехязычью потребовало от педагогического коллектива инновационных методов и подходов к процессу обучения. Педагогическим коллективам сделано многое для того, чтобы ученики чувствовали себя комфортно. Первое – это интегрированное обучение предмету-языку. КЛИЛ называется, на английском расшифровывается как Content and Language Integrated Learning. Здесь идет преподавание не только самого предмета, но и предполагается развитие языковых навыков у учащихся. Полиязычие в интеллектуальной школе реализуются не только среди учеников, но и среди учителей тоже. Учителя разных предметов заинтересованы внедрять английский язык в их уроки. По их мнению, это поможет их воспитанникам стать компетентными гражданами мира. В прошлом году я, как учитель английского языка, провела тренинг по полиязычию с нашими учителями, где учителя географии, математики, различных дисциплин учились внедрять английский язык в их уроки. Интеллектуальная школа для учащихся является не только источником знаний, но и общим домом, где они находятся в очень тесных дружеских взаимоотношениях. Их объединяет не только цель быть образованными и конкурентоспособными, а также мечта сделать мир лучше, служить для блага народа и быть примером для других. Любовь и интерес к знаниям стали залогом их успеха.